Загадочные взрывы в Крыму, до которого украинская армия пока теоретически ничем не может достать, могут оказаться испытаниями новых образцов украинского вооружения. На это намекнул секретарь СНБО Алексей Данилов. В эфире телемарафона сообщает УНИАН. Так, комментируя взрывы на российских военных объектах в Крыму, Данилов отметил, что украинский оборонно-промышленный комплекс занимается разработкой и испытаниями такого оружия. Поэтому, если есть обработка того или иного вооружения, то это происходит на нашей территории. Возможно, в Крыму и происходила отработка новых видов этого вооружения. Не исключаю. Данила высмеял усилия россиян, которые принялись рыть окопы на оккупированном полуострове, опасаясь украинского контрнаступления. Глава СНБО подчеркнул. Поверьте, что сколько бы они там километров не нарыли окопов, их точно это не спасет. Они все оттуда уйдут. Это только вопрос времени. Напомним, в северо-западной части полуострова оккупанты начали массово закрывать пляжи под разными предлогами. Но причина очевидна. Там россияне нарыли множество окопов, ожидая, видимо, массовой высадки украинских войск. Тем временем, в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Фейсбук известно о том, что за минувшие сутки вооруженные силы поразили три пункта управления и склад боеприпасов врага, сообщает Униан. В частности, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военную технику противника. А еще уничтожили радиолокационную станцию и станцию радиоэлектронной борьбы. На фронте остается четыре наиболее горячих участка, где оккупанты пытаются атаковать. Несмотря на высокие потери, российский агрессор продолжает попытки наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях. Об этом сообщает генштаб ВСУ в утренней сводке по итогам прошедших суток.